Каким будет нынешний год объявленным Республике годом людей с ограниченными возможностями? О планируемых нововведениях в беседе нам рассказала первый заместитель министра труда и социального развития Мадина Шаева. Этот год главой Республики объявлен годом людей с ограниченными возможностями. Я знаю, что уже есть план мероприятий по лечению, реабилитации, социализации людей, которые в этом нуждаются. Но в связи с новыми реалиями, обстановкой на Украине, будут ли вноситься какие-то коррективы в вашу деятельность, в деятельность Министерства труда и социального развития? В рамках года людей с ограниченными возможностями, правильно вы сказали, предусмотрены дополнительные мероприятия. Будут организованы дополнительные мероприятия, направленные на улучшение качества жизни людей, на реабилитацию, социализацию людей с особенностями здоровья. И предусмотрены и социально значимые мероприятия, и спортивные мероприятия, и культурно-массовые мероприятия. В рамках плана мероприятия в этом году, в самом начале хочу сказать про открытие нового здания дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов. В ближайшее время планируем открыть новое здание. В новом здании созданы комфортные условия для проживания граждан пожилого возраста. Условия приближены к домашним, там уютно, там красиво, там тепло. И в ближайшее время мы туда переведем наших получателей, услуг наших жильцов. Кроме этого запланировано открытие пунктов проката технических средств реабилитации для граждан. Запланировано открытие школы по уходу, где будут обучать навыкам ухода за гражданами пожилого возраста, за тяжелобольными. Будем обучать социальных работников, которые работают в организациях социального обслуживания. И будем обучать родственников, то есть родственникам родственному уходу. И на сегодняшний день учебу прошли уже более 300 социальных работников организации социального обслуживания. Для обычных людей это будет бесплатно, не для социальных работников? Да, для обычных людей, конечно же, это будет бесплатно. Они будут обучаться бесплатно родственному уходу. Школы по уходу будут создаваться при центре социального обслуживания населения. Как я и говорила, у нас прошли обучение более 300 социальных работников уже в учреждении. Мы приглашали специалистов со Ставропольского окрая, которые провели эту учебу. И на сегодняшний день эти социальные работники уже могут оказывать качественную услугу. И у нас есть специалисты, которые уже могут обучать родственному уходу. Кроме этого, вы знаете, в рамках плана мероприятия мы планируем создать учебно-тренировочные комнаты. Учебно-тренировочные комнаты для людей с особенностями здоровья, где мы будем их обучать элементарным бытовым навыкам. Это тоже очень важно. Кроме этого всего будет продолжена реализация проекта «Помощь онлайн». Мы в 2021 году получили федеральную грантовую поддержку на реализацию данного проекта. В 2021 году была начата реализация. Был создан микрореабилитационный центр. То есть такая служба была создана. И какие услуги эта служба оказывает. На самом деле для нас это очень важное направление, которое мы будем развивать. И поручения главы республики мы получили. Увеличить охват семьи с детьми, инвалидами, которые пользуются данной услугой. Увеличить перечень технических средств реабилитации. То есть эта служба занимается тем, что специалисты для каждой семьи разрабатывают такой реабилитационный маршрут. То есть ребенок в привычной домашней обстановке продолжает получать курс реабилитации. То есть мы закупили в рамках этого проекта технические средства реабилитации. И по индивидуальной потребности этого ребеночка мы выдаем средства реабилитации. И они продолжают дома реабилитационные услуги. Параллельно мы обучаем родителей пользоваться техническими средствами реабилитации. То есть создается такое реабилитационное пространство в домашних условиях. Очень востребовано. И мы 5 миллионов рублей получили, написали проект. Мы очень гордимся. И очень рады, что у нас получилось защитить этот проект. И получить вот такую федеральную грантовую поддержку. За последние десятилетия, можно сказать, произошла революция в отношении общества к людям с ограниченными возможностями. Улучшалось качество жизни людей и менялось отношение общества. Сейчас вовсе не обязательно. Если человек имеет проблемы со здоровьем, то он должен сидеть у себя в комнате и жить только в интернете. Вы со мной согласны? Я с вами абсолютно согласна. И на самом деле отношение изменилось. И на сегодняшний день могу сказать, что дома никто не сидит в интернете. Вот, допустим, наши воспитанники, воспитанники детского дома, вот они обучаются по инклюзивному образованию. То есть они в обычную школу ходят. Сейчас доброжелательное отношение общества мы видим. Со стороны общества видим осуждение людей, когда они показывают негативное отношение. И, конечно, к этому очень много, мне кажется, приложено усилий, чтобы вот это все изменилось. И государство ориентирует на это, конечно, общественные организации, органы власти. Тут это была, наверное, такая очень качественная совместная работа. И возвращаясь к году людей с ограниченными возможностями. Ваше министерство, Министерство труда и социальной защиты изначально призвано максимально работать в этом направлении. Но что меняется для вас в этом году? То, что касается министерства, абсолютно с вами согласна. Мы ежедневно этими вопросами занимаемся. И я что хочу сказать. Ну, самое главное для нас, что вот сеть организации соцобслуживания сейчас расширяется. Я говорила в самом начале, что мы ждем открытия нового здания дома-интерната для граждан пожилого возраста инвалидов. Здесь очень важно отметить, вот я как специалист министерства, председатель комиссии по определению нуждаемости, по определению граждан в организации соцобслуживания, могу сказать, что у нас была потребность именно в койко-местах в отделении милосердия. В старом здании у нас 25 койко-мест. И были желающие, которых мы должны определить, ну, решали каким-то образом эти вопросы. Конечно, стараемся никому не отказывать. Но сейчас очень приятно об этом говорить. В новом здании мы 58 койко-мест создали в отделении милосердия. То есть этот вопрос полностью снимается. Всех, кто нуждается в этой помощи, можем обеспечить и оказать эту услугу необходимую. То есть это маломобильные граждане определяются в отделении милосердия, которые нуждаются в постороннем уходе. Кроме этого, вы говорите, что новое вы планируете, какие нововведения. Это не нововведения, этим вопросом мы ежедневно занимаемся. Просто я говорю о том, что этот вопрос, можно сказать, уже решен. Сейчас работа выстраивается таким образом, что нас ориентируют на то, что необходимо внедрять стационарозамещающие технологии. То есть это работа направленная на то, чтобы гражданин, получатель услуг в привычной домашней обстановке мог получать перечень необходимых услуг. Стационарозамещающие технологии, например, служба сиделок у нас при Центре социального обслуживания есть. Мы будем развивать это направление, чтобы гражданин, как я и сказала, в привычной обстановке, в домашней обстановке мог получать услуги сиделки. Стационарозамещающие технологии, какие мы планируем еще внедрить, это, допустим, мы хотим создать отделение временного пребывания. Есть такой спрос, стационар мы не определяем. Мы просто временно можем определить в отделение, то есть по обращению родственников. То есть им нужно уехать куда-то в отпуск, может быть, в командировку, по работе и так далее. Ни с кем оставить пожилого человека. Мы можем на время определить, сейчас мы занимаемся как раз разработкой нормативно-правовых документов, порядка определений и так далее. Ну, как бы временное помещение определения гражданина в учреждения соцобслуживания. У нас сейчас вся работа будет направлена на внедрение стационарозамещающих технологий. Это и социальное сопровождение семей с детьми инвалидами. То есть очень много новых форм работы. И этими вопросами мы сейчас уже очень серьезно занимаемся. Про микрореабилитационный домашний микрореабилитационный центр я уже рассказала. Это одна из технологий новых, когда у нас дети на дому уже получают услуги, реабилитационные услуги. И в этом направлении будем работу вести, внедрять новые технологии. Так что у нас очень много работы предстоит нам. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам большое за интервью.